Хочешь всегда иметь плоский живот и подтянутое тело? Алло, Камир! Я Наташа, ты на канале Делай Тело и сегодня мы с тобой сделаем полноценную 10-минутную тренировку из плана. Я знаю то, что многие недолюбливают плана, но если бы меня попросили оставить только одно упражнение до конца своей жизни, я бы оставила именно плана, потому что в работе включаются не только мышцы пресса, но и все тело комплексно. Выполняю эту тренировку 3-4 раза в неделю, а еще лучше комбинируй ее с календарем тренировок тела и тела, которое ты можешь найти в описании к этому видео, и ты увидишь результаты в зеркале уже очень скоро. Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, вы готовы начать нашу эффективную тренировку на все тело и пресс из планок? Для первого упражнения прими позицию классической планки на локтях. Вытяни все тело в одну прямую линию, оперевшись на локти и на носочки. Смотри, чтобы спина не выгибалась ни вниз, ни вверх, и все тело было натянуто словно струнка от пяток до макушки. При этом на протяжении всей тренировки старайся дышать спокойно и размеренно. Напряги пресс и ягодицы и постарайся хорошенько подключить их в работу уже сейчас. Отлично! Сделай небольшую паузу и снова перейди в положение планки на локтях. И с того же положения начинай отставлять в сторону сразу правую, а затем левую ногу поочередно. В этом упражнении у нас работают только ноги, а все остальное тело удерживая в неподвижном состоянии за счет напряжения мышц пресса. Следи также, чтобы голова не была опущена слишком вниз и не поднята слишком вверх, а формировала прямую линию с остальным корпусом. Отлично! Сделай вдох, выдох и мы перейдем к еще одному упражнению из позиции планки на локтях. На выдохе начинай поднимать бедра вверх, формируя корпусом как бы угол 90 градусов. При возвращении в исходное положение не опускайся слишком низко и не прогибай тело, а как бы тормози себя в положении прямой линии за счет усилия мышц пресса. В этом упражнении ты также можешь начать чувствовать плечи, но это нормально, так как в планках, а особенно в динамических планках задействуется все тело. Сделай паузу, стряхни плечи и мы перейдем в положение высокой планки. Этот вид планки мы выполняем по похожему принципу, только опору мы делаем на вытянутые руки. Ладошки должны быть примерно на ширине плеч или чуть шире. Также не забывай контролировать, что не нужно задирать ягодицы вверх или проседать тазом вниз. Дыши спокойно и равномерно. Хорошо, сделай паузу, потянись и вернись в положение планки на вытянутых руках. Из такого положения начинай поочередно и медленно притягивать колени к груди по одному. Я знаю, что это упражнение не из самых легких, но оно такое эффективное, что тут гарантированно ты начнешь чувствовать жжение в прессе. Очень частая ошибка в этом упражнении это округление спины вверх, поэтому следи, чтобы все тело формировало прямую линию. Молодец! Восстанови дыхание и мы сделаем еще одно упражнение из положения высокой планки. Начинай поднимать бедра вверх, также формируя всем телом угол 90 градусов в верхней точке. Также не забывай, что при возвращении в исходное положение мы останавливаем себя до прямой линии именно за счет усилий мышц пресса. Прочувствуй, как в этом упражнении у нас особенно работают спина, плечи и пресс. Отлично! А теперь давай сделаем последнее упражнение из положения планки на локтях. Начинай опускать бедра сначала влево, а затем вправо к полу, но не касаясь его. Я всегда говорю то, что в этом упражнении представляю себе, что выжимаю свой пресс, словно мокрое полотенце. Для максимального эффекта этого упражнения старайся держать ступни, бедра и плечи в одной линии. Молодец! Половина уже позади. Перейдем в положение боковой планки. Положи стопы друг на друга, поставь локоть прямо под плечом, а затем оторви таз от пола и вытяни тело в одну линию от стоп до макушки. Если пока еще слишком сложно делать такой вариант боковой планки, просто опустись на колени вместо опоры на ступни. Не оседай на плечо опорной руки и следи, чтобы бедра не опускались вниз, а формировали прямую линию с остальным корпусом. Немного стряхни рабочую руку и мы выполним последнее упражнение в боковой планке на эту сторону. Начинай опускать бедро на пол, а затем поднимайся в исходное положение обратно в боковую планку. Опять же, если этот вариант дается слишком тяжело, вместо опоры на ступни сделай опору на колени. При возвращении в исходное положение боковой планки как бы выталкивай бедро вверх за счет усилий мышц пресса. Я обожаю это упражнение, потому что вижу и чувствую, как работает пресс комплексно. Отлично! А теперь давай повторим все то же самое в боковой планке на левую сторону. Дыши спокойно и учитывай всю упомянутую ранее мной технику. До встречи! Хорошо, давай завершим упражнение на эту сторону боковой планкой с опусканием. Боковая планка действительно сложное упражнение, к которому нужно прийти, поэтому не переживай и выполняй упражнение медленнее, в своем ритме и с колен, если это необходимо. Восстанови дыхание и мы перейдем снова в положение планки на вытянутых руках. И с такой позиции начинай поочередно касаться ладошкой противоположного плеча. Контролируй каждое движение и задействуй мышцы кора и ягодиц, чтобы бедра не раскачивались из стороны в сторону при движении рук. Остальная часть тела должна оставаться как можно более неподвижной. Дыши спокойно и равномерно. А теперь давай еще раз повторим упражнение медленный скалолаз, как в самом начале. Притягивай колени медленно, но как можно ближе к груди, чтобы действительно хорошо прочувствовать мышцы пресса. Давай, я уверена, что ты все сможешь. Осталось совсем чуть-чуть. Отлично! Теперь давай перейдем к последней вариации планки медведь. Расположи ладошки прямо под плечами, а колени под бедрами, оперевшись на ступни. Спина должна быть прямая, а в коленях должен быть сформирован угол 90 градусов. Максимально напряги пресс и ягодицы и прочувствуй финальное сжение этой тренировки. Поздравляю тебя с успешным выполнением этой тренировки из планок. Если тебе понравилось это видео и чтобы не пропустить новые экспресс-тренировки, ставь лайк и подписывайся на канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...